Доржевского мемориала советскому солдату теперь можно добраться из Твери на специальном автомаршруте. Его запустили в минувшую субботу 12 декабря. Это еще один проект, который компания «Транспорт Верхневолжья» реализовала по указанию губернатора Игоря Рудени. Комфортабельный автобус туристического класса дважды в день отправляется из областного центра и обратно. А в первом рейсе приняла участие наша съемочная группа. Первыми пассажирами нового маршрута стали студенты мед. университета. В качестве благодарности за работу добровольцами в период пандемии коронавируса бесплатной поездкой к знаменитому мемориалу их наградило правительство Тверской области. Вместе со всеми на Ржевскую землю отправилась и Анастасия Фурсова. Помогала в акции «Мы вместе» и какое-то время проработала в ковидном госпитале 6-й больнице. Первое время может быть тяжело в плане физическом, потому что костюмы все это дает о себе знать, но потом привыкаешь и это даже как-то закаляет. Поэтому не могу сказать, что было прям очень тяжело. Сидящая с ней рядом Светлана Голубева отмечает, что работая волонтером она получила бесценный опыт. Это довольно неплохая практика. То есть мы можем узнать пациентов поближе, можем понять, как с ними работать, как с ними общаться. Также можно пообщаться с руководством вуза. То есть получается у нас практика на всех уровнях. В общем, это очень интересная работа. И всем ребятам, которые хотят поступать в наш медицинский вуз, я советую тоже участвовать в волонтерах-медиках. Два с половиной часа пролетели незаметно. И вот автобус уже возле старшего знаменитым мемориала советскому солдату. Здесь будущих медиков встречал глава Ржива Роман Крылов, а также профессиональный экскурсовод. В павильоне, посвященном истории боев, гремевших тут почти 80 лет назад, она рассказала о том, чего стоила нашей армии эта битва. Свыше двух миллионов человеческих жизней, безвозвратные потери, миллион 326 тысяч солдат, которые навечно остались на Рживско-Вяземском плацдарме как символы героизма, мужества, беспримерной отваги. После этого студенты осмотрели весь комплекс. Тем более, что погода благоприятствовала прогулки. На Ржевской земле было безветренно, солнечно, и даже мороз стоял совсем небольшой по сравнению с Тверью. Волонтеры признавали, что в целом мемориал произвел у них большое впечатление. Восторг, в первую же очередь, гордость за наш народ, и также скорбь. Ведь этот памятник не только памятник Победы, но и скорби. Сколько человек погибло, отдали свою жизнь ради того, чтобы мы сейчас жили в мире и не знали, что такое война. Будущего стоматолога Григория Терехова особенно потрясла сама скульптура советского солдата. Глядя на нее, понимаешь многое, отмечает волонтер. Во-первых, очень величественно, внушает общий и восторг, и, как сказал мой коллега, выше скорбь. Потому что, подойдя ближе к статуе и посмотрев в глаза, вот действительно видно многое. Тем, кто здесь был, наверное, это поймут. По завершении осмотра мемориала будущие врачи побывали и в самом городе Воинской славы, посетив наиболее знаковые места – обелиск освободителя Мржева, а также музей-диораму. Начиная с 12 декабря, этот комфортамельный автобус, на котором ездили студенты, начал совершать регулярный рейс туда и обратно с Тверского автовокзала. При этом по пути он делает около 20 остановок в Волосном центре, а также целом ряде населенных пунктов. Это позволит как можно большему числу жителей и гостей Тверской области посетить данный комплекс. Данный маршрут будет курсировать два раза в сутки. Мы специально его расписание сделали таким образом, чтобы было удобно нашим гражданам посетить этот мемориал как в дневное время, так и в вечернее, когда работает там подсветка. Надеюсь, что этот маршрут станет одним из любимых туристических направлений, по которому будут путешествовать жители нашего региона, сказал Игорь Руденя, по поручению которого был разработан и запущен этот рейс. Напомним, мемориал в Ржевском районе был открыт 30 июня. В торжественной церемонии приняли участие Владимир Путин, Александр Лукашенко, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, губернатор Тверской области Игорь Руденя, а также ветераны Великой Отечественной войны. За пять с половиной месяцев здесь побывали уже более 450 тысяч человек. Несомненно, что после того, как из Твери сюда начал курсировать еще и специальный автобус, число посетителей будет расти еще быстрее.